Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите еженедельный выпуск Аграрных новостей. Сегодня я расскажу, сколько будет стоить подсолнечник до Нового года, почему высокий урожай пшеницы не грозит обвалом цен, и как донские аграрии намерены бороться с повышением экспортной пошлины на масличные. На этой неделе губернатор Волгоградской области ввел в режим чрезвычайной ситуации в 19 из 33 районов региона. Причина в почвенной атмосферной засухе, из-за которой аграрии потеряли урожай. Однако, по сообщению областной администрации, погибло не более 2% посевов, и на общем итоге уборки это никак не отразится. Сейчас главы районов собирают документы от сельхозпроизводителей, которые бы могли подтвердить ущерб. Тогда хозяйства смогут рассчитывать на какие-либо компенсации. Впрочем, в Волгоградской области к засухам привыкли, именно поэтому в этом регионе так популярна технология ноутил. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших подписчиков на День поля ноутил, который мы проведем 4 сентября в Серафимовичском районе Волгоградской области, в хуторе Песчаный, в хозяйстве Усть-Медведецкая. Мы поговорим о том, какие культуры наиболее устойчивы к засухе, почему следует возделывать нут, какую технику лучше использовать, и в чем особенности семеноводства при нулевой технологии. Генеральным партнером Дня поля ноутил выступила компания «Новые агроинженерные решения». «Наир» – это прогрессивные технические решения для эффективного агробизнеса. Так что, если вы являетесь сторонником прямого посева, пожалуйста, приезжайте. Однако количество мест ограничено. Мы, как обычно, просим вас зарегистрироваться, позвонив по указанному на экране номеру телефона или отправив письмо на электронный адрес infosobakagrobook.ru. Напомню, что стратегическим партнером клуба «Агрознатоков» выступает компания «Лилиани». «Лилиани» – ведущий российский производитель сельхозтехники для агрологистики. От засухи сейчас страдает не только Волгоградская область, но и в целом юг России. Если посевы не погибли, то дали результаты очень печальные. Например, пессимистичная картина на юге России по кукурузе. Краснодарский край уже приступил к уборке кукурузы на зерно. Ну и вот урожайность в этом году, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, составляет 3,5 тонны с гектара, тогда как в прошлом году она была гораздо выше – 5,5 тонны с гектара. Сокращение урожайности связано с жарой и засухой. В Ростовской области аграрии приступили к уборке подсолнечника. Тоже результаты не радуют. Например, фермеры из Азовского района поделились, что собирают с гектара от 5,6 до 11,12 центнеров. Это, конечно, очень мало. А вот глава зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков говорит, что в целом по региону на старте уборки урожайность составляет 10 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году собирали 22-24 центнера с гектара. В целом по России подсолнечник убрали с 2,5% площадей. Урожайность немного выросла за последние две недели и составляет 14,6 центнера с гектара. Вкупе с планами правительства поднять экспортную пошлину на подсолнечник многие аграрии задумываются, а не стоит ли перейти на какие-либо другие культуры. И в этом сезоне, наверное, выиграли те, кто сеял азимый рапс, потому что эта культура смогла не только использовать зимнюю влагу, но и была куплена по очень хорошей цене. На этой неделе мы проводили форум «Рациональное зерно». И в куларах этой конференции Александр Неженец, директор агрофирмы «Прогресс», рассказал нам, что рапс оказался наиболее прибыльной в этом году культурой для его хозяйства. Самая высокая рентабельность по рапсу, мы получили урожайность 33,7, продали его по 28,700, себестоимость 16 рублей, я вам сказал, что мы продали по 28,7, рентабельность 73%. Это пока самое высокое, неплохая рентабельность идет по пшенице, 60%. На такую же рентабельность мы рассчитываем по кукурузе, потому что по нашим расчетам, по наблюдению, которые мы ведем за количеством початков на гектаре, замеряем семена, сколько их зерен початки, знаем массу тысячи семян, мы предполагаем, что эта урожайность будет от 90 до 100 сантиметров с гектара, при этом наша рентабельность тоже приблизится к 60. Наименее рентабельная – это свекла. Мы надеемся, что мы приблизимся к 500 сантиметров с гектара, но даже при цене 30-27 рублей без НДС за килограмм – это рентабельность 3-4%. Но для нас свекла важна не только из-за сахара, но и из-за жема, из-за патоки, потому что мы занимаемся откормом крупного рогатого скота, для нас это важная часть кормов. Так что стратегия, я думаю, всем понятна. Если какая-то культура не приносит прибыль, пропустите ее через животноводство. На этой неделе Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области подготовил открытое письмо – обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину и к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать экспортную пошлину на подсолнечник. Данное решение вызывает категорическое возражение у производителей подсолнечника, говорится в письме. Вводимые ограничения нарушают основной принцип стабильного производства – надежный и постоянный сбыт. Считаем эти действия лоббистскими, а не государственными. Заявили те, кто подписался под этим письмом. А это около двух десятков глав крупнейших хозяйств Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Вот как прокомментировал письмо глава Союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков. В мощности перерабатывающих предприятий по подсолнечникам 17 миллионов тонн, а их без сильных усилий путем модернизации может увеличить их до 20 миллионов тонн. Поэтому вы видите, какой незадействованный еще ресурс у переработчиков. И на сегодняшний день мы как раз стараемся таким административным ресурсом ввести ограничения, чтобы вес подсолнечника, который производится в России, был использован на переработку. По словам Юрия Борисовича, если мыслопереработчики хотят иметь стабильность в сырье, они должны заключать с растеневодами долгосрочные контракты. Такие, например, как заключает чипсовый завод Фриталэй, расположенный в Ростовской области. Он покупает у фермеров специальный чипсовый картофель по фиксированной цене и к тому же оказывает хозяйством технологическую помощь в его выращивании. Сбор подписей под письмом Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области продолжается. Вы можете пройти по ссылке под видео и также подписать это письмо, присоединиться к инициативе. Помимо министра и председателя правительства адресатами этого письма могут стать также губернаторы Ростовской области и Краснодарского края. Юрий Борисович говорит, что в преддверии выборов было бы неплохо, чтобы главы трех аграрных регионов также встали на защиту сельхозпроизводителей. Продолжая тему подсолнечника, расскажу еще одну новость, правда теперь уже из Украины. На этой неделе агентство АПК Информ рассказало, по каким ценам маслопереработчики Украины собираются закупать урожай у своих сельхозпроизводителей. Цена от 10,5 до 11 тысяч гривен. Или, если переводить в рубли, от 28 до 29,5 тысяч рублей за тонну. На Украине сейчас идет уборка подсолнечника и выглядит картина пока не очень хорошо. Маслопереработчики жалуются на низкое содержание масла в семенах, а также на пустотелые семена. Этот факт поддерживает цены. Вообще, производство масла на Украине это большая загадка для всех россиян, потому что эта страна, так же как и Россия, до недавних пор имела экспортную пошлину на маслосемена подсолнечника в размере 6,5% от таможенной стоимости. При этом маслосемена из Украины практически не экспортировались. То есть при урожае подсолнечника 16 миллионов и 200 тысяч семян в прошлом году, на экспорт ушло всего 55 тысяч маслосемен подсолнечника. Куда делся весь остальной урожай? Тут все просто, он был переработан. Маслозаводы Украины получили 7 с лишним миллионов тонн масла и подставили на экспорт более 6,5 миллионов тонн этого масла. Такие данные нам на конференции «Рациональное зерно» озвучил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Так что вот наш ближайший сосед ухитряется, не вводя дополнительных ограничительных мер, самостоятельно свое сырье перерабатывать. И, кстати, в этом году таможенная пошлина на Украине была снижена до 5,5%, а к 2026 году Украина и вовсе хочет обнулить таможенную пошлину на экспорт подсолнечника. При этом за свою перерабатывающую отрасль там почему-то не боятся. Как я уже отмечала, на этой неделе клуб «Агрознотаков» издательского дома «Крестьянин» провел конференцию «Рациональное зерно», куда мы пригласили генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. Эксперт подтвердил, что в этом году Россия получит большой урожай пшеницы. Прогноз на 27 августа – 82,5 миллиона тонн культуры. Однако этот высокий урожай цены не обвалит, и благодарить нам следует наших ближайших конкурентов по мировой торговле пшеницы – это Украина и Евросоюз. По оценкам ИКАР, Украина в этом году соберет только 25 миллионов тонн пшеницы, против прошлогодних – 28,5. Производство пшеницы в странах ЕС упадет почти на 20 миллионов тонн, со 154,8 в прошлом году до 135,3 миллиона тонн в этом году. Соответственно, уменьшится и экспортный потенциал этих стран. Если в прошлом году Европа продала за рубеж 36,5 миллиона тонн, то в этом году продаст, скорее всего, 23,6 миллиона тонн. Украина, которая отправила на экспорт в прошлом году 21 миллион тонн, в этом году сможет продать всего 17,5 миллиона тонн. Эти цифры озвучил Дмитрий Рылько на нашей конференции. То есть, если сравнить экспортный потенциал этого года и то, что было продано за рубеж в прошлом году, ЕС и Украина сократят свои поставки на 30%. Естественно, эту нишу заполнит Россия. Ну, правда, в целом, конечно, экспорт наш вырастет ненамного, с 34,5 до 38 миллионов тонн в этом году. Если, конечно, планы не нарушит какая-нибудь квота. Конечный урожай пшеницы будет зависеть от Сибири, где уборка еще продолжается, а вот погода не очень ей благоприятствует. Сейчас же на мировом рынке наша пшеница весьма востребована. И если посмотреть, например, на тендеры египетской компании ГАСК, то мы увидим, что 80% зерна поставляет Россия, 20% зерна поставляет Украина. И благодарить за это мы должны, пожалуй, наш рубль, который сильно ослаб в последние недели. Дмитрий Рылько прогнозирует, что до конца года цена на пшеницу будет плавно расти. И к декабрю достигнет уровня 220 долларов за тонну. Речь идет о пшенице с протеином 12,5%, проданной на условиях ФОП Новороссийск. Ну, соответственно, цену в рублях вы можете пересчитать по курсу доллара. А вот стартовые цены на подсолнечник, наоборот, будут снижаться. Если сейчас цена на ФОБе за тонну составляет 26100 рублей, то к концу декабря она достигнет 24000 за тонну маслосемян подсолнечника. Дмитрий Рылько говорит, что ему не очень верится в такой прогноз. Но, тем не менее, эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка объясняют, что сейчас довольно много масла производится. И цена на подсолнечное масло будет падать. С 770 долларов за тонну до 735 долларов за тонну к концу года. Соответственно, и сырье будет дешеветь. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вас волнует. И переходите по ссылке, если согласны с тем, что повышать экспортную пошлину на подсолнечник не стоит.